Я хочу прочитать такое место. Это записано... Я буду много мест священного Писания читать и священного Писания. Но я назвал это направление так. Свидетели Иисуса. Тему свидетели Иисуса. Мы читали, что одно из таких ключевых стихов у нас в молитве недельной будет. Это где Иисус сказал о том, что когда вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Свидетели Иисуса. Мне свидетелями. Я хочу прочитать несколько таких мест, которые об этом говорят. Иоанна, 15 глава, 27 стих. Он говорит, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Деяние, 22... Деяние, 10 глава, 39 стиха. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской, в Иерусалиме, и что наконец его убили, повесив на древе. Этого Бог... Сего Бог воскресил в третий день и дал ему явиться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога. Нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Смотрите, сколько вот в этом вот коротком таком абзаце подмечено о вопросе свидетельства. Что апостол говорит о том, что и мы свидетели всего. Сегодня некоторые могут сказать, но мы же не были в то время. Как мы можем дерзнуть сказать, что мы свидетели? Вы знаете, Иисус Христос, который по плоти находился две тысячи лет назад в Палестине, находился среди своих учеников. И он говорит, мы ели с ним и пили, мы вкушали, мы можем об этом говорить. Но, кроме всего этого, Иисус не остался только вот для тех людей. Иисус, Он сказал о том, что когда придет Дух Святой, Он будет говорить обо мне, Он откроет меня. Иисус сегодня такой же реальный, как Он был тогда среди учеников. И сегодня все верующие в Него являются Его свидетелями. Вы знаете, христианами могут называться все. Просто, если какой-нибудь имеют принадлежность к христианству или, может быть, в каком-то христианском обществе, я христианин. Но свидетели не все могут быть. Свидетелями могут быть не все. Сегодня христианином каждый себя может назвать. Вы знаете, сегодня спрашивают, а почему ты христианин? А потому что я в христианской семье рожден. А почему ты христианин? А потому что я церковь посещаю. Люди могут, как-то опираясь на этом, говорить, что они христиане. Но свидетель, Он всегда опирается на факте. Есть определенный факт, почему Он свидетель. Если этого факта нет в Его жизни, Он не может быть свидетелем. Почему мы свидетели? Потому что в нашей жизни самый большой факт произошел, что Иисус умер за наши грехи, и мы это пережили. Разве это не действительность того, что мы свидетели? Мы свидетели. Иисус умер. Не просто, да, я надеюсь, что Он за меня умер. Нет, я пережил это прощение грехов. Я имел встречу с Ним. Он пришел в мою жизнь. Я сегодня имею право называться Его свидетелем. Я рожден свыше, потому что Он меня родил. Я новое творение. Я свидетель Иисуса Христа. Мы Его свидетели на этой земле. Вы знаете, Слово Божие делает больше ударения не на название то, что мы христиане. Вы знаете, вопрос, связан с христианством, всего в нескольких местах. Он освещен в Новом Завете. Это в вопросе, когда в Антиохе начали называть себя христианами. И еще есть два места, которые об этом говорит Слово Божие. Но мы имеем множество мест о том, что мы свидетели Иисуса. Мы Его свидетели. И в этом месте Он подчеркивает о том, что говорит, что мы свидетели тому, что Он воскрес. Мы свидетели тому, что Он являлся. И Он говорит дальше о том, что и Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать. О чем? Что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Свидетельствовать об этом. Мы сегодня призваны об этом свидетельствовать. Где? Мы сегодня просто рассматриваем наши, как бы сказать, переживания или то, что мы имеем. Это только в кругу церкви. Вот мы пришли сюда, мы поделились, мы об этом рассказали. Слава Богу, мы очень рады за это. Но свидетельство Иисуса это образ нашей жизни. Это наше хождение. Это наши отношения. Мы живем в такое время, когда так важно этому миру увидеть настоящую жизнь, которая не связана с этой системой, которая связана с Божьим Царством. Это жизни свидетелей Иисуса Христа, которые они являют на каждом месте. На работе, на учебе, среди соседей, среди... Знаете, кто-то делился таким свидетельством, он говорит, стоял в очереди. И говорит, там была одна женщина, христианка, и она стояла в очереди с кем-то там, беседовала о Боге. И он это услышал, и говорит, я уже готов был подойти с ней, познакомиться. И где-то они, я не знаю, что это за очередь, но где-то они стояли там на оформлении каких-то документов. И она там начала делиться какой-то женщине, что она верующая, ходит в церковь, стала ей говорить об этом. И вдруг, говорит, какой-то человек, просто узнать информацию, может быть, нужно было, он прошел мимо очереди и туда, к окошку. И вдруг эта женщина, которая заявила, что она христианка, ходит в церковь, она мужчина, вы куда пошли? Вы не видите? Мы тут стоим. И говорит, как открылось в ней это христианство, как она начала на него. Он говорит, да не, я просто одно слово спросить. Встаньте в очередь. Говорит, сразу она изменилась, сразу она такая стала. Вы знаете, свидетельство, это не просто где-то себе показать, натянуть ширму, я христианин, я вот такой-то. Это образ жизни. Вы знаете, пресс, он выявляет, что внутри. Если раздавить лимон, то будет лимоновый сок. Если помидор, то будет томатный сок. Все оно выявляется по мере того, что там внутри, если это надавится. Но вы знаете, когда некоторые христиане попадают под пресс, то вдруг изнутри у них обиды, негодование, недовольство, недоверие, злоба, сплетни, клевета. И все такое начинает идти. Откуда это? Слово Божие говорит не от того, что у вас внутри. Оно пряталось, оно маскировалось. Свидетели – это люди, которые как внутри, так и снаружи, они проповедуют своей жизнью Иисуса Христа. Мало говорить то, что мы в него верим, своими устами. Важно, чтобы наша жизнь свидетельствовала, что мы последователи Иисуса. Об учениках его говорили. Так, они говорили, они узнавали их, что они были с Иисусом. Узнавали. Я уверен, если мы больше времени проводим в общении с Иисусом, нас люди будут узнавать. Это человек особенный. Он чем-то отличается. Он не участвует в этих спорах. Он не находится в этом состоянии, как мы. Что-то есть у него особенное, что отличает нас от него. Это особенное. Это человек – свидетель Иисуса. Свидетели. Вы знаете, сегодня не динаминации влияют на этот мир. Не какие-то, вы знаете, учения. Сегодня говорят, о, учения нам надо больше. Вы знаете, учения надо, но не они влияют. Сегодня влияние на этот мир окажут люди, которые являются свидетелями Иисуса Христа. Их образ жизни, их поступки, их отношения, их разговорная речь, их дела. Это будет говорить о том, кто они. И, вы знаете, люди, они не так смотрят, как мы говорим. Они смотрят, как мы поступаем. Поэтому, как важно быть свидетелями по поступкам, по своим делам, свидетелями Иисуса. Я ряд мест прочитаю, вы просто не открывайте их, просто внимательно слушайте. Я сделал несколько таких выдержек. Здесь сказано так, дальше, в Деяниях Апостолов, я читаю. В следующую ночь Господь, явившись Ему, сказал, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. 26 глава. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Приходит через откровение, через понимание, общение с нашим Господом. Что мы свидетели. Откровение мы читаем. Иоанн говорит о том, что, вернее, да, Иоанн говорит здесь. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющий свидетельство Иисусова. Свидетельство Иисусова. Вы знаете, сегодня так важно, чтобы в нашей жизни было свидетельство Иисуса. Мы читаем первое послание Петра, пятая глава. Пастыри же ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. 1 Иоанна 5,10. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Не верующий Богу представляет его уживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 5,11. Дальше читаем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и эта жизнь в Сыне Его. Оказывается, вот в чем свидетельство. Это Его жизнь, которая должна открываться. Мы это имеем. Вы знаете, это преступление, если я имею и я не имею этого свидетельства, я не передаю это, это не распространяется. Но он говорит, в чем это свидетельство выражено, а в том, он говорит, в том выражено, что Бог даровал нам жизнь вечную и эта жизнь вечная в Сыне Его, Иисусе Христе. Это жизнь. В этом есть свидетельство. Дальше. Первое Коринфянам. Апостол Павел говорит в первой главе. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. 15 глава Коринфянам. Притом мы оказались бы и уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если то есть, мертвые не воскресают. Здесь говорит он о том, что наше свидетельство не было истинным. Если мы говорим, проповедуем и свидетельствуем о воскресении Иисуса, а Он не воскресал, то это было бы ложным. Но Он воскрес. Вы знаете, на чем апостол Павел основывался? Он не стоял возле гробницы, не наблюдал о воскресении, но Он реально знает это воскресение, потому что в Его жизни произошли эти перемены. Христос, который умер за Него, Он и воскрес, и Он мог смело сказать, что Он умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. Есть сила в этом свидетельстве. Что мы сегодня говорим? Говорим ли мы, что сделал Господь в нашей жизни? То, что мы пережили. Вы знаете, в этом есть сила. То, что мы пережили в Боге, и когда мы говорим об этом, живем так, поступаем так, это имеет влияние на этот мир. Это то, что преобразит и изменит людей, которые вокруг нас. Просто сами себе мы можем задать вопрос, спросить себя, за последний год на кого-то повлияла моя жизнь? Может быть, она по-любому на кого-то повлияет. На кого-то повлияло так, что человек перестал ходить в церкви. Я помню, с одним человеком встретился, говорю ему, где ты сегодня? Он говорит, да, я сегодня решил в церковь не ходить. А почему? Он говорит, да вот мы там встретились с одними людьми и стали говорить, да вообще нету нормальных церквей. Вот мы там собираемся, несколько семей, вот это вот все, что нужно. Вы знаете, кто-то повлиял на этого человека, что это было отрицательное свидетельство, но свидетельство Иисуса, оно не вырывает людей из тела, оно помогает людям восстанавливаться, прирастать, действовать, возрастать в Боге и быть свидетелями. Вы знаете, сегодня от нас зависит, какое свидетельство мы распространяем. О, что там сказали? О, я это не поддерживаю. Вы знаете, есть такие вещи в нашей жизни, что написано малая закваска, она заквасывает все тесто, малая закваска. Вы знаете, когда закваска попадает в тесто и вовремя, если не убрать, то тесто заквасится и потом ты эту закваску оттуда не вытащишь, потому что оно заквасит все тесто. Но когда ты вовремя уберешь эту закваску, что происходит? Сегодня говорят 3% гомосексуалистов в этом мире, они влияют на политику, они влияют сегодня на нации, они делают свои законы, они легализуют этот грех. Как так может быть? Вы знаете, почему им удается? Потому что эти 3% они активны и когда они проявляют свою активность, это влияние происходит. Те, которые не согласны, они просто молчат. Знаете, есть вещи, которые происходят в церкви. Есть некоторые люди с негативным внутри состоянием и они не удерживают это состояние. Они начинают говорить отрицательные вещи. Один человек, он может просто где-то быть в обществе и вдруг выражаться отрицательно. Я не признаю того-то. А кто пастор? А кто вот этот? А кто эти служители? А для меня все равно какие авторитеты? Для меня только Бог авторитет. И вы знаете, он начинает просто разрушать духовные принципы и просто остальные сидят. А что мы скажем? Ну, здесь не нужно спорить, тут нужно просто сказать о том, что ты имеешь свидетельство, а я имею другое. Искупитель мой жив. Я могу рассказать о тех вещах, что Бог делает в моей жизни. И вместо вот этого накала, негодования, какой-то напряженки, раз приходит свобода, и другой говорит, и третий начинает об этом свидетельствовать. свидетельство Иисуса имеет силу тогда, когда мы так живем, так поступаем и так говорим. Тогда оно имеет влияние. Поэтому Дух Святой неоднократно побуждал и апостола Павла, и других последователей Иисуса, чтобы они были свидетелями, свидетелями. То, что ты пережил, то, что ты имеешь в Боге, свидетельствуй об этом. Не о тех вещах, которые, может быть, тебе не нравятся. Есть некоторые люди, вот это мне не нравится, а вот это вот еще что-то. Много, что нам не нравится, много в жизни, в моей, что не нравится. Но есть вещи, когда мы становимся на мощное основание, что Бог сделал в моей жизни, или зависим от того, что я чувствую, какое влияние, давление, есть Бог во мне, и я свидетель Иисуса Христа. Я могу свидетельствовать, я могу о нем говорить. Мы заходим в магазин, как мы ведем себя. Мы заходим в какое-то общество. Как мы поступаем? Мы приходим в учебные заведения. Как мы поступаем? Вы знаете, вот уже начался учебный год. Мы в завершении будем молиться за всех студентов, которые пошли в школу. Я хотел бы это подметить так же. Разное влияние разных людей там. И сам дух мира в школе, он диктует свои правила. И как важно, чтобы вы, студенты, были свидетелями Иисуса. Чтобы вы не поддавались этому влиянию, но чтобы вы могли противостоять этому влиянию свидетельствам Иисуса Христа. Пусть все знают, это не стыдно, сказать, кто ты во Христе Иисусе, что Господь сделал с тобой, что, куда ты ходишь. Сегодня есть люди, которые говорят, да вот я в школе был, меня пригласили там в одно общество, я пошел туда. И вдруг потом начинаются какие-то вещи, какие-то отклонения. Нужно очень важно, вернее, очень важно заявить, что в такие места я не хожу. Я хожу туда, а где у нас другая атмосфера. Я хочу вас пригласить туда, куда я хожу. Вы знаете, не стесняйтесь людей приглашать в церковь, где вы переживаете Бога, чтобы они там Его пережили. Не стесняйтесь приглашать своих сверстников в то место, где есть Божье присутствие, чтобы они окунулись в это присутствие. Не нужно стесняться, что вы христиане. Будьте свидетелями Иисуса, и вы увидите, как все начнет меняться. Школы начнут изменяться, общество начнет изменяться. Возлюбленные, если мы действительно свидетели Иисуса, мы это свидетельство должны распространить. Свидетельство, которое состоит в том, что сделал Господь во мне, что Он совершил. Это наш фундамент, это наша крепость, на чем мы стоим, это наша победа. Вы знаете, нет оружия в этом мире, которое могли бы противостоять тем вещам, когда ты заявляешь, что Бог сделал в твоей жизни, что Он совершил. Нету таких сил, нету такого орудия. Вы знаете, некоторые люди, они могут подняться очень высоко, но если у них не крепкое основание, на какую высоту бы они не поднялись, однажды они оттуда упадут. Но если есть прочное основание, ты устоишь. Какие бы ветры не поднялись, бури не поднялись, есть свидетельство Иисуса, то, что Он сделал во мне. Вы знаете, это свидетельство не просто, как исторический факт. Это свидетельство должно постоянно, каждый день, мы должны это свидетельство иметь об этих встречах, общениях, о том, что мы проводим, когда мы рассуждаем над Словом Божьим. Это свидетельство Иисуса, то, что Он сделал в моей жизни. Аллилуйя! Давайте мы встанем сейчас. Я хочу, чтобы в этой церкви каждый человек был не просто христианином. Есть сегодня люди этого мира, они смотрят на христиан, и они говорят, вот таким христианином я больше, я не хочу быть. Но когда мы свидетели, мы не бьем тебя в грудь и не кричим, я христианин, я христианин, мы поступаем в соответствии с тем, что сделал Иисус в моей жизни. Это влияние, это то, что будет иметь силу, будет иметь рост, это то, что будет изменять. Иисус Иисус Иисус